Здравствуйте! В эфире программа «Времечка» и её ведущая Татьяна Артёменко. Сегодня Международный день детской книги. Признаюсь честно, на мысль посвятить этому празднику целую программу нас натолкнула одна любопытная встреча. На днях наш город посетила детская писательница Тамара Михеева. Решив немножко разузнать о ней, мы выяснили, что этим авторам детвора просто зачитываются, что нас очень сильно удивило. Ведь повсюду трубят о том, что современные дети совсем не читают. Поэтому мы решили познакомиться поближе с Тамарой Михеевой, и именно благодаря этой встрече и родилась эта программа, которую мы решили назвать «Дети и книги. Мифы и реальность». В этой связи главный вопрос нашей программы звучит таким образом. Что читают ваши дети? Ваши истории мы готовы выслушать по телефону 35 55 00. Звоните, пожалуйста, во время трансляции сюжетов. Ну а начать нашу программу я предлагаю с видеоматериала, который и дал старт рождению этой программы. Тамара Михеева стала почетным гостем недели детской книги, проведенной централизованной детской библиотечной системой города. Возможность живьем пообщаться с детским писателем молодое поколение магнитки получило впервые. Не стали пропускать эту встречу и мы. В литературных кругах Михеева имеет большой вес. В 2006 году она стала финалистом премии имени Крапивина. В 2007 – лауреатом национальной премии «Заветная мечта». В 2008 – лауреатом литературной премии имени Михалкова. Дети с удовольствием читают книги Тамары Михеевой, потому что сам автор очень легкий. И ее книги читаются очень легко. У нее книги есть и для самых маленьких, как книга «Карандаши», и для среднего возраста, как «Легкие горы». И есть уже для подростков более старших. То есть с Тамарой Михеевой можно прожить все детство буквально и получать удовольствие от ее книг. На сегодняшний день у Тамары Михеевой издано более 15 книг. Встретившись с ней, мы хотели узнать, насколько тяжело быть детским писателем. Приходится ли идти на поводу, стремящейся только к развлечениям молодежи. И есть ли необходимость в больших тиражах, ведь книгам дети предпочитают гаджеты. Однако разговор внезапно развернулся совсем в другое русло. Поскольку Тамара Михеева заявила сразу, что то, что дети не читают, это миф, придуманный средствами массовой информации. Я абсолютно не согласна. Я очень много езжу и по всей стране, и за рубеж тоже. По всей стране езжу, и я очень много выступаю, и очень много встречаюсь с детьми, и много работаю с детьми. И я могу вам сказать, что дети читают. И читающих детей много. Если мы вспомним свое детство, то тоже же у нас не абсолютно 100% детей читали. Просто, ну, возможно, их было больше, читающих детей. Но по-настоящему любящих чтение детей, в общем-то, сейчас столько же, сколько и было в нашем детстве. Благодаря этим встречам Тамара Михеева сделала неожиданный вывод. Говоря, что дети не читают, взрослые зачастую имеют в виду, что их чада не хотят знакомиться с теми книгами, которыми зачитывались они. Знаете, нужно убрать вот этот вот наш какой-то снобизм. Потому что нам кажется, что если он не зачитывается, не знаю, Жюль Верном, значит, он не читает. Но при этом он зачитывается Гарри Поттером, и слава богу, Гарри Поттер гораздо более сильная книга, чем любая книга Жюль Верна. Но мы же такие высокомерные, нам кажется, что мы, что Гарри Поттер — это фу-фу-фу. Мы не можем позволить себе даже предположить, что ребенок, выбрав книгу по своему вкусу, по своему запросу внутреннему, выбрал хорошую. Потому что у нас настолько сидит, что я знаю, какие книги хорошие, а все остальное плохо. Жизнь не стоит на месте, меняется. Меняются и запросы детей. Причем эти запросы далеко не безнравственны. Просто технически оснащенные лучше, чем их папа и мама, живущие в эпоху высокой конкуренции и рыночных отношений, юное поколение существует и мыслит совсем на других скоростях. То, чем восхищались родители, их не цепляет. Они ищут книги, откликающиеся на их собственные мысли. И издательские дома сегодня готовы такую литературу предоставить. Сейчас легко быть детским писателем. Потому что есть интернет, и ты можешь в любой момент послать в тысячу издательств даже за рубежом свои книжки. Есть куча ресурсов, которые просто тебя издадут в интернете, если ты не можешь пробиться в настоящее издательство. Издательство сейчас продвижением книги они занимаются. Выходят каталоги, нас приглашают на встречу. Честно говоря, я вот сейчас уже стала, не знаю, из трех поездок я соглашаюсь на одну, потому что я не могу ездить так часто, как меня приглашают. И запрос всегда я проехала вот просто как писатель на встрече с читателями от Архангельска до Красноярска. Словом, статус самой читающей страны, по мнению Тамары Михеевой, Россия не потеряла. И наша молодежь, считает писательница, по-прежнему растет самой думающей. Вот такая любопытная точка зрения. Опровергнуть ее или подтвердить, мы пригласили специалистов Централизованной детской библиотечной системы города Галину Анатольевну Бубнову и Марию Елисееву. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы уже слышали, Тамара Михеева считает, что то, что дети не читают, это миф, придуманный средствами массовой информации. Честно говоря, мне стало любопытно, и я решила выяснить, а какова же статистика по этой теме. И вот что я узнала. Последние исследования показали, что доля систематически читающей молодежи снизилась в России с 48% в 1991 году до 28% в 2005 году. И вот еще одни любопытные данные. По результатам международных исследований программы оценки образовательных достижений PICA-2000 российские школьники заняли лишь 27 место по чтению среди 32 стран мира. Ну, то есть, эти данные, честно говоря, опровергают мнение Тамары Михеевой. Но давайте сошлемся на то, что все-таки они немножко устаревшие. Это 2005 год. Поэтому давайте разберемся, действительно, есть сегодня эта проблема или нет. Какова ситуация на сегодня? Ну, вы знаете, я бы порассуждала на эту тему. Во-первых, эти исследования, кроме того, что они устаревшие, они не дают точно картины. Ведь у нас, например, в городе Магнитогорске. Не дают. Почему? Потому что они основываются на понятии, что такое чтение по чтению. Это скорость чтения, это качество чтения. Ведь не обязательно говорить о скорочтении. Лучше говорить о качестве чтения. А чтобы оно было, нужна хорошая литература. Если ребенку хорошая литература в руки попадет, то тогда он и начнет читать. И вот этот показатель может быть совершенно другим. А вот что такое хорошая литература, об этом как раз-таки знают специалисты детских библиотек. Так все-таки вы не ответили на вопрос, читают магнитогорские дети или читают мало? Я вот потому и начала рассуждать, потому что я не согласна с данными этого исследования. Потому что у нас магнитогорские наши дети читают. Они ходят в библиотеки. И мы проводили исследования в своей системе, затрагивая и читателей наших, и школьников, которые не посещают библиотеку. И узнали, что все равно процент читающих детей очень высок, около 50%, я бы даже сказала. Просто-напросто кто-то ходит в городскую библиотеку, у кого-то есть хорошая библиотека дома, кто-то читает в школьной библиотеке, кто-то просто любит научно-познавательную литературу и покупает только ее. Мы же не знаем, исследования по художественной литературе были или какие. Вот не совсем точные данные по этому исследованию. А я считаю, что дети читают. И вижу это в своей работе. Слушайте, ну вот уже любопытно. Мария, а к вам вопрос. Что предпочитают современные дети? Вот вспоминая свое детство, я помню, чтобы заполучить долгожданного Карлосона, который живет на крыше, мне пришлось занять очередь в детской библиотеке и отстоять в ней, по-моему, три месяца. Честно. Было такое. Да, настолько востребована была эта книга. Вот мне любопытно, а что предпочитают сегодняшние дети? Классику, современных авторов? Я бы хотела начать отвечать на этот вопрос именно с разделения по возрастам, потому что мы тут видим четкое различие в предпочтениях. Если мы говорим о дошкольниках, то, конечно же, они любят всеми нами любимые сказки. Сборники разных стран и разных народов. Если мы с вами говорим о младших школьниках, то здесь замечаем уже интерес к рассказам о школе, о веселых историях о сверстниках. Конечно же, вне конкуренции такие писатели, как Эдуард Успенский, Корней Чуковский, конечно же, Николай Носов. Все произведения этих писателей наши читатели зачитывают просто до дыр. Конечно же, очень любят литературу о животных, о домашних животных, о собаках, о кошках, о хомячках, о попугайчиках. Мальчики у нас любят читать литературу о технике. Конечно же, они очень любят автомобили, самолеты и различную другую технику. Если мы говорим о старших школьниках, о средних и старшем школьном возрасте, то девочки уже обращают внимание на романтические истории. Их уже интересует эта тематика. Мальчики по-прежнему интересуются у нас техникой, как я уже сказала, тут независимо от возраста, но их уже увлекает фантастика и приключения. Ну и независимо от возраста, и девочки, и мальчики любых возрастов интересуются научно-познавательной литературой, конечно же, энциклопедиями, где можно найти ответ на абсолютно любой вопрос. Слушайте, ну вот какие разнообразные интересы, это замечательно. Ну то есть какой можно сделать вывод, что и классику читают, и современных авторов, да? Где-то 50 на 50, наверное, да? Вот как можно сказать? Раньше я бы сказала, что классику брали больше, по причине того, что в школе очень много зают литературу, а куда у нас дети идут? Конечно же, в детские библиотеки города. Там можно найти всю программную литературу. Но в последнее время я хочу отметить, что в наши библиотеки поступает много новых книг, много новых современных авторов, новых современных произведений. И мы со своей стороны, конечно же, детям советуем именно новые книги, чтобы они, во-первых, узнали о них, во-вторых, заинтересовались, обязательно взяли почитать и посоветовали своим друзьям. И я хочу отметить, что в последнее время наблюдается тенденция именно роста интереса к современной литературе за счет поступлений. Вот смотрите, в этой связи хочу снова обратиться к международной программе оценки образовательных достижений. Ее специалисты, например, считают, что у современных детей иное восприятие книжной культуры. То есть книги относятся не как к учебнику, к жизни, а как к еще одному средству информации. И эта изменившаяся реальность ставит иные задачи воспитания юного читателя. Вы с этим согласны? Я сегодня буду, наверное, во всем противоречить. Я не очень с этим согласна. Потому что если, опять же, говорить о самых маленьких детях, то для них книга – это продолжение игрушки. Вот первое, что они получают, – это интересный формат, который можно потрогать, у которого очень интересная структура. Как же вот даже перелеснуть одну маленькую страницу. Здесь интереснейшие картинки. И это продолжение игрушки. Это не просто познание мира, это игра. А вот уже о том, чтобы эта книга из игрушки превратилась в средство информации, об этом уже думают взрослые. Но если говорить о среднем возрасте, то получается, что книга, может быть, и не является средством познания мира. Вот в том мере, как было раньше. Потому что есть как раз-таки другие гаджеты, есть интернет и так далее. Но это средство пробуждения души. Вот этого мы больше всего сейчас ценим в книгах. Ни один фильм не доходит так до ребенка, как маленький рассказ, но который его задевает, который он пропускает через себя, и который бередит его душу и этим воспитывает. Ну, то есть сегодня можно все-таки сделать вывод, что существуют книги, которые бередят душу, так и книги, которые действительно как-то информируют ребенка. Вот вы говорите, книга в форме игрушки, которая увлекает ребенка и заставляет все больше и больше углубляться в чтение. Я правильно поняла? Абсолютно верно. И вот нельзя делать резких границ познания мира, не познания мира. И познания мира, и воспитания души, и просто информация. То есть важно и то, и то. Конечно. То есть вы об этом хотите сказать. Вот в связи с этим такой еще вопрос. Вот я хочу напомнить, что в России художественному чтению всегда отводилась очень важная роль. Ведь именно оно формировало какие-то жизненные ценности и помогало воспитывать молодое поколение. Вот как вы считаете, современные авторы, которые создают вот такие книги-игрушки, они сегодня справляются с этой задачей? Ну, Мария, может быть, вы ответите. Вот про книгу-игрушку, например. Конечно, для малышей я думаю, что они, эти книжки, конечно же, выполняют свою функцию. И книга, которая имеет вид игрушки, она намного интереснее будет ребенку. И действительно, с точки зрения даже развития тактильных каких-то ощущений, и познания мира через это как раз-таки ребенок проходит. Но я хотела бы заострить свое внимание, наверное, на более взрослых современных книгах, если вы позволите, смогут ли они конкурировать с классической литературой нашей. Ну, конечно же, трудно соперничать с нашими такими известными писателями, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, бесспорно. В современном мире выходит очень много новых книг. Конечно же, стоит очень внимательно подходить к выбору этих книг. Стоит прислушиваться в первую очередь к библиотечным специалистам, то есть к нам, потому что мы знаем, что нужно советовать детям. Мы не будем советовать ничего плохого, посоветуем только то, что действительно поможет в воспитании, в развитии ребенка. И в последнее время выходит столько действительно хороших современных книг, столько проходит всероссийских конкурсов, где как раз-таки можно увидеть эту прекрасную литературу. Например, конкурс нашего знаменитого писателя Сергея Михалкова. В нашей библиотеке представлены книги с различных конкурсов, то есть их уже было несколько. Лауреаты этих конкурсов прям стоят красивыми рядами на наших книжных полках. И Тамара Михеева, кстати, является одной из победительниц этого конкурса. Я хочу привести как раз ее в примеры, прям в тему нашей сегодняшней передачи. Ее книги действительно помогают детям понять, что такое дружба, что такое любовь, что такое семья, именно семейные ценности. Например, в книжке «Шумсы», одна из последних книжек, которая имеет несколько частей, Тамара Михеева прививает в детях бережное отношение к природе, любовь к природе. Говорит о том, что нужно бережно относиться ко всему, что нас окружает. Также есть из современных книжек, которые я бы хотела отметить. Есть серию, например, приключенческую серию «Коты-воители», Эрин Хантер, которая учит дружбе, прежде всего, сплоченности. Кстати, она тоже достаточно большой популярностью пользуется среди наших читателей. В общем, я думаю, что достаточно. Но все-таки я могу сделать вывод из того, что вы рассказали. То есть действительно есть достойные книги, но есть и книги, которые все-таки не нужно открывать. Я думаю, что такое есть во все времена. Просто нужно более внимательно подходить к выбору и прислушиваться к мнению специалистов. Вы знаете, у нас все-таки как-то все очень благожелательно, сахарно даже получается. То есть дети читают все хорошо, читают хорошие книги. Но ведь действительно есть еще статистика, которая говорит о том, что большинство предпочитает развлекательную какую-то литературу. То есть, как говорят классики, душа обязана трудиться. Вот не хочется трудиться, хочется просто развлечься, что-то такое почитать. И про эту литературу, как правило, говорят как про мусорную литературу. То есть оттуда нечего подчеркнуть. Это просто вот... Можно я по этому поводу расскажу? Вот в детской литературе это не называется мусорная литература. Потому что такие жанры, как фэнтези, как детский детектив, это ступенька. Конечно, если ребенку сразу дать Льва Николаевича Толстого, с его длинными предложениями, сложным достаточно идеей в каждом предложении, он просто-напросто устанет. А вот такая вот легкая литература, она может стать переходной ступенькой от самого простого к классике и так далее. И я знаю такие примеры. В частности, в нашем городе даже есть литераторы, с которыми я работала, которые, может, приходили к нам в библиотеке. И они говорили, что да, в детстве увлекались именно детскими детективами. И Роншин, вот эти вот авторы. И потом они помогли вдруг понимать и другую литературу. То есть, когда интересна книга, когда ты научился уже воспринимать полностью текст, ты сможешь потом и более сложный текст воспринимать. Поэтому вот в детской литературе это мусорная литература. Не назовешь и развлекаловкой чисто. Нельзя все время быть в серьезной литературе. Нужно и что-то более простое. Это нормально. Мы точно так же, знаете, хоть в пище, хоть в программах, телевизионных я имею в виду, мы можем смотреть что-то очень сложное, а потом посмотреть легкую комедию. То же самое и здесь. Так и должно быть. Книги должны быть разные. И ребенку они должны попадаться разные. Потрясающе. То есть, главное просто сделать так, чтобы ребенок взял книгу в руки. Это самое главное. Нужна запускающая книга. Запускающая книга. Вот, кстати, я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и опять же вернуться к Тамаре Михеевой, которая рассказала о своем опыте. У нее, кстати, четверо детей. Вот как она запускала любовь к чтению в своей семье. То есть, что она для этого делала. Давайте послушаем, а потом вернемся к нашему разговору. Нужно создать вокруг ребенка, во-первых, атмосферу чтения. Потому что, когда родители смотрят телевизор, и ребенка сажают насильно за книгу, это бессмысленно. Ребенок не полюбит читать. А еще очень часто у нас бывает, что мы научили ребенка складывать из букв слова. И вот он научился. М, А, М, А. Он получил маму, и мы его отправляем. Все, иди, ты умеешь читать. Но на самом деле это рано. Потому что психологи говорят, что пока ребенок не нарастил скорость 100 слов в минуту, у него не успевают символы перерабатываться в картинку. Он не видит кино в своей голове, когда он читает вот эти какие-то загарючки непонятные. И нам нельзя детей бросать в этом состоянии. И я за то, чтобы читать детям слух как можно дольше. Пока они сами не скажут, все, мама, стоп, я теперь тут вот «Властелина колец» сам почитаю. И ребенок должен видеть, что книга — это ценность. Мы дарим своим детям книги на все праздники. И даже если поначалу они ворчат, потому что хотят игрушку, то можно подарить им игрушку и небольшую книжку, в принципе. Нужно брать их в книжные магазины и библиотеки, чтобы они видели, что книга — это какая-то ценность, что это то, что важно. Нужно, чтобы ребенок просто видел читающих родителей перед собой. Хорошо, конечно, когда мама с папой еще и обсуждают какие-то книги. И хорошо, когда ребенок может подключиться к этому обсуждению. Потому что любая книга — это некий мостик между поколениями. Сейчас дети иногда говорят на языке, который мы не можем понять. Но если я и мой ребенок прочитали «Горе от ума», нам есть о чем поговорить. Хочу напомнить только, что Тамара Михеева рассказала нам о том, как привить ребенку любовь к чтению. Галина Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вообще с какими проблемами чаще всего встречаются родители, которые пытаются заставить ребенка начать читать? Вы очень правильное слово сказали. Оно и есть самое проблемное — заставить. Самый первый постулат, в котором, уверены практически все детские библиотекари, нельзя заставлять ребенка читать. Нельзя ни в коем случае. Если вы хотите, чтобы ребенок, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ребенок читал, то читайте вместе с ним. Читающий порождает читающего. Если ребенок видит, что вы читаете, читайте вместе с ним. Обсуждайте с ним книгу. Вот это будет первым шагом к тому, чтобы этот процесс не стал для него наказанием. Во-вторых, если он не хочет читать сегодня, не заставляйте. Пусть он сегодня посмотрит просто телевизор. А завтра он уже сам захочет, может быть, скажет, ну, телевизор-то я уже видел, давайте попробуем что-то другое. Вот тогда, пожалуйста, хорошая книга должна появиться. И не надо давать ребенку те книги, которые любили в детстве вы. Вот, есть современные книги, которые будут отражать те проблемы, которые существуют сейчас. Они будут написаны тем языком, который будет понятен ребенку сейчас. И вот, как мы сказали до рекламы, должна быть запускающая книга. Вот эта вот книга, она должна выбрана быть самим ребенком. Не старайтесь делать этот выбор за него. Это его самостоятельность. Вот это просто какие-то мелкие советы. Но если говорить о целых проектах, которые мы ведем по работе с родителями, вот я бы назвала, что проблема основная – это работа с родителями, о том, как надо приучать ребенка, а не проблема ребенка, как научиться ему читать. Вот мы над этим системно работаем. И вот Мария может показать нам те памятки, которые разработаны нашей системой. Покажите, пожалуйста. Вот как раз-таки в помощи родителям. Кстати, Мария уже показывает памятки. Я тоже хотела поинтересоваться. Я знаю, что у вас есть очень много интересных проектов, да, по привлечению юных читателей. Расскажите, пожалуйста, немножко о них. Как раз-таки об одном из этих проектов я и хочу рассказать. И он реализуется именно в нашей детской библиотеке номер 9, как раз в продолжении слов Галины Анатольевны. Мы как раз задумались о проблеме семейного чтения. Сейчас эта проблема как никогда актуальна. И решили реализовать проект, который называется «Чтение – дело семейное». Мы ходим в женские консультации. То есть наш проект рассчитан на будущих родителей. То есть мы ходим с нашими встречами, с нашими мероприятиями в женские консультации, где нашими гостями становятся будущие мамочки. Ну и родители, родители дошкольников. То есть мы ходим со встречами в наши близлежащие садики. Например, детский садик номер 107, который находится рядом с нашей детской библиотекой. Совсем недавно у нас прошла встреча в женской консультации. Для этой встречи мы разработали буклет, памятку для родителей, где прописано «Семь секретов воспитания интереса к чтению». То есть то, что как раз таки актуально будет для будущих родителей. Ну также здесь присутствует памятка с адресами всех наших детских библиотек на будущее. Также мы разработали анкету для будущих родителей, где наши мамочки будущие отвечают на вопросы. И мы сможем в дальнейшем сделать вывод, читают ли они, с какого возраста они считают, что нужно начинать читать будущим деткам. Читают ли сами, что читают, являются ли уже читателями детских библиотек. И на будущее мы разработали вот такой рекомендательный список литературы для родителей, детей, где подробно расписана литература по возрастам. То есть какие книжки нужно читать в каждом из возрастов, чтобы ребенок действительно смог оценить, понять и полюбить эти книги. Ну то есть, дорогие родители, имейте в виду, библиотеки сегодня готовы вам помочь. И здесь есть огромное количество методической литературы, которая реально поможет вам, ну не заставить, наверное, а дать возможность полюбить вашему ребенку книгу. И все-таки, вы знаете, вот не могу не спросить, сегодня есть очень много скептиков, которые считают, что не за горами то время, когда бумажная книга все-таки уступит свое место электронным гаджетам. А вот как вы считаете, действительно эра чтения может закончиться? Вы знаете, честно скажу, вот лет 15 назад, когда появились компьютеры, даже я была в испуге и думала, ой, наверное, моя профессия через 15 лет уже будет и не нужна. Но вот эти 15 лет информационного бума прошли, и мы видим, что в основном в компьютере получают информацию, в книгах получают общение, общение с автором, общение с героем, и общение с иллюстраторами, если мы говорим именно о детских книгах. Поэтому я уверена, эта эра не закончится. Единственное, что книги стали очень дорогие, и не каждый родитель может себе позволить купить... В каждом доме, кстати, есть Барто, Чуковский, Маршак, Михалков. А дальше? Не каждый родитель может себе это позволить. И вот поэтому мы сейчас стараемся приобретать как можно больше новой, интересной литературы и приглашаем родителей вместе с детьми. И я подчеркну, начиная с нуля лет, приглашаем в детские библиотеки за этой литературой. Ну что же, подводя итог, могу сказать, что несмотря на то, что жизнь бежит, меняется, вот как общечеловеческие ценности не изменились, так и не изменилась и ценность книги. Меньше она не стала. И хочу привести слова знаменитого писателя Дени Дидро, который сказал, что когда люди перестают мыслить, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Поэтому читайте сами, читайте вместе с детьми, обсуждайте со своими детьми прочитанное, и я вас уверяю, результаты такого досуга вас удивят. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин